Традиционно в марте многое посвящает женщине. Программа всегда на высоте решила не остаться в стороне и записала специальный выпуск об одной из главных женских ролей быть матерью. Растить одного ребенка – это большая радость. Когда в семье много детей, это уже великий дар и благословение небес. И вместе с тем огромный труд и колоссальная ответственность. В семье Маши и Юрия Кинош – две девочки и три мальчика. Пятый малыш появился на свет накануне выхода программы. Мы встретились с Машей, чтобы узнать, каково это быть многодетной мамой, «Как все успевать», «Где черпать вдохновение» и «Быть успешной в жизни». Маша, привет! Спасибо тебе. Несмотря на то, что у тебя такое красивое положение, ты согласилась дать интервью программе «Всегда на высоте». Добрый день, с удовольствием. Я уверена, будет многим интересно узнать, каково это быть счастливой женой, мамой четырех детей разных возрастов и успешной женщиной. Ты планировала такую большую семью, либо так распорядилась судьба? На самом деле, не было в планах много детей никогда. Я вообще не сильно что-то планирую. Но когда появился самый первый малыш, мне дети, скажем так, очень понравились. То есть вот это вот ощущение быть мамой, оно действительно невероятное. И, наверное, дети нас учат любить. И это та единственная любовь, которая действительно безусловная. А дальше это все были… И мы же решаем, на самом деле, сколько у нас детей будет. Этим распоряжается, мне кажется, пространство. И когда женщине дают возможность, дарят возможность быть мамой, а мама – это все-таки предназначение реально каждой женщины на планете Земля, то от этого нельзя отказываться. Скоро в вашей семье появится пятый ребенок. Недавно на днях была гендер-партия. Мы ждем мальчика. Будет мальчик. Мальчик. А потом будет шестой. Судьба распорядится, но все может быть. Расскажи про любые два-три открытия после рождения детей. Какой интересный вопрос. Вот, например, мамы настолько переживают за детей, что… Ну, например, даже если говорить о еде, открытие, что ребенок – это уже личность, уже человек, и он действительно сам может выбирать себе еду. Я помню, что первый ребенок, и я кормила его, и была уверена, что я дарю ему любовь и люблю его, когда я кормлю его, не знаю, вафельками, шоколадками, чем-то вкусным и так далее. Вот, например, с четвертым ребенком она у нас сидит с нами за столом, то есть, вернее, не отдельно за стульчиком, а с нами за столом. Вот у нее есть свой стульчик. И она с первых дней ест то, что у нас на столе. Вот ни разу я не готовила отдельно, ни разу. И это реально облегчает жизнь. Вы представляете, у мамы там, не важно, один, четыре ребенка. Не нужно готовить ребенку, он ест то, что едите вы. И здесь есть сразу второе открытие, что если вы так поступаете, то то, что вы едите, уже однозначно будет качественное, свежее, полезное. Потому что если вы разрешаете ребенку брать со стола все, то еда точно должна быть такая, чтобы подошла, допустим, 7 месяцев младенцу. Третий малыш родился ей 10 лет. Поэтому вот... А я 86-го года, надо посчитать. Вот, получается, что это было 10 лет назад. То есть мне сейчас 27 лет. Трудно быть многодетной мамой? Мне нет. Мне комфортно. И на самом деле все трудности, как и проблемы, мы создаем себе сами. И нам кажется, что вот нужно подстроиться под его график, под его сон, под его питание, под его какие-то желания, которые не факт, что мы интерпретируем корректно. И тогда мама становится рабыней. И тогда сложно быть даже мамой одного ребенка. А если вы вписываете детей в то пространство, которое у вас есть, вы с ними дружите, путешествуете, вместе занимаетесь бытовыми делами, то никаких сложностей на самом деле это не представляет. Абсолютно. Я могу только сказать, что, ну, действительно, дети – это всегда финансы. Единственное, что увеличивается, это, наверное, расходы. А время – абсолютно. То есть что один, что четверо. Мне кажется, с четырьмя даже проще, чем с одним. Потому что уже большой опыт, и ты понимаешь, как это все организовывать легко и просто. Как вы делите воспитание детей с мужем? Знаете, мне вообще слово «воспитание» вообще не нравится. Я бы даже сказала, что воспитывать детей – это что-то абсолютно бессмысленное, потому что ребенок с самого рождения, он обучается тем, что он копирует родителей, он копирует их поведение, действия, то их привычки, то, что они едят, то, куда они ходят. Поэтому воспитывать нужно в первую очередь себя и давать им пример. Если родители читают, дети тоже будут читать. Если мы играем в шахматы, настольные игры, то они тоже это будут делать. Если мы целые… Вы не заметили, у нас в доме телевизора, у нас действительно их нету, и у детей в комнате тоже нету, поэтому они заняты вместе с нами теми действиями, которыми мы заняты, которыми мы занимаемся, и нет нужды их воспитывать отдельно. То есть мы для них стараемся быть просто примером. Я показываю на своем примере, что движение – это круто, что движение – это энергия, это жизнь, в ней есть эмоция. И дети с удовольствием сами находят себе спорт. То есть не я их веду в спорт. Да, до определенного возраста, когда им там 3, 4, 5, я им показываю все, что может быть. То есть я отвела их на танцы, я их отвела там на плавание, я их отвела на карате, чтобы ребенок определился, что ему комфортно. И сейчас у меня нету вопросов, что тебе нужно куда-то идти. Они сами себе, каждый нашел направление, которым он занимается, и с удовольствием туда ходит. При этом у него есть желание, ну, у большинства из них есть желание что-то в этом еще и, скажем так, добиться успехов в этом направлении. То есть не просто ходить на тренировки, чтобы ходить, а чтобы стать, например, чемпионом. Ты говорила, что у вас нет в доме телевизора. Это значит, что дети пользуются телефонами? Относительно что-то похожее на телефоны у них есть. У них есть, у одного ребенка есть кнопочный телефон, у младшей есть, я уже даже запуталась, у кого что, часы. То есть у них есть связь. Иногда есть, потому что они, знаете как, связь скорее нужна родителям, чем детям. Поэтому вот я даже сегодня, когда искала ребенка, чтобы он вовремя пришел, он говорит, а я не ношу с собой свои часы. Ну, как бы, это же тебе надо, мама мне не очень. То есть они действительно заняты другими делами. У них есть спорт, у них есть книги. Они с утра до ночи читают. Вот было раньше у нас две электронные книги. Одну старший ребенок умудрился поломать, поэтому вернулся снова к бумажным. Телефонов у них нет. Мы должны понимать, что мы это не просто тело, да, мы живем, то есть мы некая энергия. Энергия это все, и это пространство в том числе. То есть мы умеем считывать то пространство, в котором мы находимся. Поэтому дети все очень хорошо понимают. И даже если нужна помощь, они берут мой телефон и что-то там быстро помогают. При всем при том, что у них телефонов нету. Я им сказала, ну, отлично, хочешь телефон, взрослеете, зарабатываете, покупаете себе телефон. нету вопросов, у них нету запретов на телефоны. Но я не считаю, что есть смысл тратить на это. Ну, тут вопрос даже не втратить финансы, а скорее тратить время, потому что сейчас многие не умеют жить, реально жить. люди погружаются полностью в виртуальное пространство. Они не замечают и не умеют понимать, что происходит вокруг. Вы много проводите времени с детьми? Мы проводим все вечера и выходные, и мы очень много путешествуем вместе. И вот это, кстати, очень частый вопрос, который мне задают. Мы действительно ездим периодически и в относительно учебное время. То есть я все время каникулы цепляю чуть до и чуть после. И на мой взгляд, что если у детей нету, скажем так, много времени на препровождении в тех же гаджетах и так далее, они спокойно успевают за программой. То есть стараясь сдать заранее все, что нужно сдать. И приехав на неделю позже, они вписываются в учебный процесс вообще без каких-либо, скажем так, проблем по учебе. То есть ребята действительно учатся хорошо. А дети помогают вам по дому? Мы вместе все делаем. То есть, допустим, кто-то накрывает на стол. У нас средний ребенок, Никитосик, очень любит готовить. То есть прям реально он настолько шикарно делает утку с яблоками, что даже я ее так не сделаю. Он там и натрет ее соль, перец. Это ладно. Он сделает соус из горчицы, лимона. То есть вот прям у него есть свой рецепт. Нафаршируют ее яблоками. То есть участвуют в процессе все. Поэтому это тоже становится очень и детям понятно, откуда еда появляется на столе. И плюс у нас к еде тоже такое особое отношение. Я считаю, что еда это энергия. То есть еда может быть просто кормом, ну, калориями, а может быть энергия. Поэтому, когда вся семья в этом участвует, и это может быть как бы любой день, вот кто раньше освободился, кто там не пошел сегодня на тренировку, кто пришел раньше с работы, тот и приготовил ужин. То есть мы все время ужинаем все вместе за столом, у нас все время свечи, никогда никаких гаджетов. То есть это вот такое общее семейное времяпрепровождение. То есть каждый ужин мы вместе. Даже если дети приходят поздно, или мы приходим поздно, ну, приходится кушать поздно. То есть нету такой привязки к времени. Если кого-то нету, то мы не садимся обычно за стол. Ну, то есть ждем всех. Вы дожидаетесь друг друга. А как окружающие реагируют вот на вас, на вашу красивую многодетную семью, когда видят вас вместе? По-разному. Всем кажется, что это действительно сложно. Но сложности, я уже говорила, как и проблемы, это всегда в голове у человека. То есть все это можно сделать очень просто. Если вы взаимодействуете со своими детьми, то есть я не могу сказать, что мы... Вот это неправильное понятие, что родители и дети должны быть друзьями. Да, у нас есть дружеские отношения, но все равно есть в доме старшие, потому что друзья подразумеваются под собой что-то равное. Родители очень часто ошибаются, стараясь выстроить отношения на равных. Но на равных это значит, что, скажем так, и ребенок решает вопрос, например, финансовый. Да, вот нужно что-то есть. Ребенок об этом не думает, а мы должны подумать. Нужно еще какие-то вещи, ну, которые необходимы. Соответственно, как таковой дружбы уже не получается. А если вы объявили с ребенком дружбу, и ребенок считает себя равным вам, то в итоге он никогда не будет ощущать и ценить, и чувствовать то, что вы что-то делаете, и это действительно важно. Потому что для него, ну, в его жизни это не существует. Поэтому, на мой взгляд, тут важно соблюдать вот этот баланс, и тогда, чтобы дети действительно понимали, что такое работа. Они вникают в это, они даже смотрят, наблюдают за теми вещами, что мы делаем. Они там даже пытаются что-то подсчитать. У них даже есть идеи, они узнают у наших сотрудников их зарплату, начинают что-то там считать, и начинают понимать, что есть приход, есть расход, и что как бы что-то нужно не только просто вот так, вот ага, тут вроде бы все есть и все можно. То есть они все время учитывают эти нюансы, понимают, что такое деньги. Дети – это счастье. Это такое, как бы, не знаю, как передать, это такое эмоциональное состояние. Для женщины, ну, скажем так, дать, выносить, воспитать, даже не знаю, как это правильно сказать. То есть ты дал новую жизнь. есть жизнь. Не могу сказать, что это продолжение меня абсолютно, потому что я тут с этим очень много могу не соглашаться, потому что наши дети, они не должны быть нашим продолжением, потому что иначе мы им навязываем то, что мы не сделали. Дети – это отдельная личность, которая появилась в этом пространстве, чтобы этому пространству что-то дать, потому что каждый человек, он для чего-то, он действительно нужен, он действительно, вот, в этом всем, как бы, есть его несколько предназначений. Поэтому это здорово, когда есть люди, которые, вот, детки, они дарят свет, дарят эмоции, учат тебя, в первую очередь, не мы их, они нас учат любить, учат по-другому относиться к очень многим моментам, и к проблемам, и к финансам, и в принципе ко всему. Они реально наши учителя, и каждый ребенок, он дает тебе определенную ступень эмоционально-духовного развития, и мне кажется, это вот, ну, здорово. У вас есть главная семейная традиция, которую вы никогда не изменяете? У нас есть несколько таких традиций, скажем так. Мы действительно проводим выходные вместе, мы все время кушаем вместе, мы все время, вот, научили детей уважать еду, то, что нам дается от пространства. У нас все время до еды молитва, не потому, что мы верующие, не потому, что, потому что это, знаете, как сближает людей. Это есть семейная традиция, когда мы ждем всех за стол, мы садимся, мы беремся за руки, у нас есть такое некое атмосферное, эмоциональное состояние, где мы можем после, во время еды, поделиться определенными, да, скажем так, эмоциями, что было за день, что произошло, и это разрешает, наверное, позволяет быть во взаимодействии, потому что, да, несмотря на то, что сейчас у моих троих детей подходит подростковый возраст и уже есть подросток, да, конечно же, есть определенные всплески характера, это абсолютно нормально, что в 14 лет ребенок становится отдельным от родителей, то есть ему нужно стать самодостаточным, для этого ему нужно решить для себя, что он лучше, ему нужно в прямом смысле слова послать родителей, потому что иначе он не станет отдельным звеном общества, но при всем при этом, как бы, у нас очень, я наблюдаю за другими, ну, взаимодействия просто идеальные. Еще один принцип такой важный, ну, не то, что это принцип, я люблю вместе путешествовать, мне кажется, что ничего так не покажет детям, как люди добывают себе еду, как они живут, вот, например, в той же Африке, ну, что это действительно нужно увидеть своими глазами, как живут люди, у которых, ну, вот, они совсем там живут где-то в саванне, у них даже близко нету цивилизации, нету, ну, много чего, что есть у нас, тот же Вьетнам их научил, реально научил следить больше за порядком. Маша, ты не только мама четверых детей, но ты еще и директор, и специалист пилатес-студии. Да, так и есть. Расскажи, как начался твой путь в пилатесе? Когда-то давно, в 2006 году, когда я закончила уже свои, и один университет, и закончила хореографический колледж, я поняла, что жизнь танцора, ну, потому что я закончила, работала даже в театре оперы и балета какое-то время, танцевала, очень сложно у нас здесь, в Молдове, будучи в Молдове, что-то зарабатывать. Зарабатывают танцоры в основном в поездках, то есть на гастролях, не потому что они даже так хотят, потому что нету другой возможности содержать семью и зарабатывать. И видела, как люди очень сильно от этого страдают. Поэтому я поняла, что мне хочется еще чего-то, и я стала наблюдать за открытием фитнес-клубов, и вот так вот одно за другим, я забеременела, во время беременности мне кроме как пилатес, стрейчинг, йога, больше ничего по большому счету нельзя было. И я тогда стала очень активно изучать именно это направление. Мне практически сразу стало очень нравится, потому что если танцы, и я еще занималась профессионально спортом, очень сильно тебя калечили, тут я поняла, что ты можешь с помощью движения себя начать приводить в порядок и восстанавливать. И вот так вот, скажем, год за годом я объездила полмира обучаясь, я училась в Америке, я училась в Москве, я училась в Европе, и стала получать дополнительные специальности. Уже начав заниматься пилатесом, я поступила во второй вуз, и получила специальность кинотерапевта, то есть как специалиста спортивной медицины, потому что хотела именно углубиться еще больше в это направление. Так год за годом, год за годом вот получилось примерно там за 7-8 лет открыть студию, будет 8 лет, как уже есть студия. Это действительно моя жизнь, мне очень нравится и намного больше мне нравится именно вести занятия и разгадывать человека, как некий ребус, потому что все, кто приходит, у них есть определенные задачи, и моя задача не натренировать его и подвигать, и решить какой-то там вопрос, не знаю, с мышцами, с фигурой, просто с движением, а скорее порешать какие-то вопросы значительно более серьезные, да, то есть вопросы с какими-то, не знаю, там, с опорно-двигательным аппаратом, со здоровьем, с пищеварением, то есть действительно привести человека к абсолютно другой жизни с точки зрения качества. Ваши дети тоже любят пилатес? Я не могу сказать, что дети понимают до конца, что это такое, потому что это действительно некая философия, некий взгляд на тело, потому что пилатес это по большому счету инструкция по применению своего тела, то есть вы просто реально понимаете, как оно устроено и как оно работает. в детском возрасте это сложно понять, они любят движения, они любят меня копировать, они знают кучу упражнений, они все это повторяют, но я считаю, на мой взгляд, что пока что это еще не совсем пилатес, хотя выглядит, наверное, как он, и им действительно это интересно, это нравится, я уже рассказывала в самом начале, они уже там себе бизнес-план придумали, кто будет тренером, кто будет руководителем, кто будет чем заниматься, а Никита, который любит готовить, они решили, что у нас будет, у них в студии будет кафе, и он там еще и будет вот этим всем заниматься, да, готовить, поэтому вот они уже свои роли даже в какой-то степени распределили. Как ты успеваешь совмещать работу и материнство? Ну, я их не разделяю, во-первых, то есть у меня, в принципе, оно как образ жизни, то есть я, оно просто, ну, женщина, они же многозадачны, просто все как-то делается одновременно. Правильно распределяешь? Да, и я даже не распределяю, оно действительно одновременно происходит, да, то есть и нету у меня каких-то, да, если мне нужно провести больше времени на работе, я провожу больше времени на работе, дети достаточно уже самостоятельные, они могут сами и даже приготовить ужин, чтобы мы пришли позже и поели, поэтому просто совмещаю все со всем. И тут еще один важный момент, чувствовать и ощущать, чтобы не перегружать себя определенными действиями, потому что, если ты становишься рабом, неважно, работы, семьи, быта, то твое энергетическое состояние падает вновле и у тебя просто нет никакого удовольствия, нет каких действий. Что ты можешь посоветовать нашим телезрительницам, чтобы успевать делать все хорошо выглядеть, успевать уделять время для мужа, для семьи, для детей? Вот, чтобы была энергия, реально, она продуцируется именно состоянием, это не только женщинам, но и мужчин, состоянием внутренним и, естественно, есть несколько аспектов, да, то есть это не только ментальное твое состояние, состояние, скажем, эмоциональное, духовное, но и физическое. Если человек просыпается, и у него что-то болит, если он просыпается, он уже уставший, ну, о каком, скажем так, о какой отдаче кому-то может идти речь, если ты сам, ты не можешь давать энергию, давать любовь, если ты пустой, соответственно, здесь очень важно и твое здоровье, в первую очередь, твое самочувствие, и на мой взгляд, вот как раз то, чем я занимаюсь, оптимально решает этот вопрос, потому что мы занимаемся больше, мне хочется заниматься больше профилактикой и качеством жизни, а не решением каких-то проблем и вопросов, которые уже сложились, и, естественно, когда ты очень круто себя чувствуешь и ты делаешь те действия, которые ты любишь, то есть ты выбрал любимого, то есть ты любишь свою семью, своего мужчину, ты любишь свою работу, то у тебя времени на все хватает, не просто вот так и вот так, у тебя, из тебя это просто вот прям прет. как стать успешной в работе? Любить ее, это даже не обсуждается, то есть просто любить, и тогда ты не можешь, не может человек делать плохо то, что он любит, никак не может, ну, все, то есть если ты это любишь, делаешь это просто офигенно круто. Ощущаешь ли ты себя реализованной и состоявшейся женщиной? Да, ну, всегда есть новые идеи и новые мысли, и все время хочется чего-то большего, это, наверное, один из моментов, который, ну, вот, прям присутствует постоянно, как только ты что-то сделал, но при этом я реально очень кайфую от того, как все происходит, потому что я считаю, что, ну, моя жизнь, она действительно происходит по максимуму, ну, вот, в моем понимании уже больше прям вот, прям некуда, и я очень рада и считаю, что это, наверное, один из важных моментов для того, чтобы ты был все время энергетически заряженный, потому что если у тебя есть неудовлетворение собой, своей жизнью, что ты что-то не сделал, что можно было больше, что можно было в принципе сделать, а ты пропустил, решив, там, ну, вот, вот, тогда жизнь чуть-чуть сложнее становится, поэтому я никогда не думаю, я реально сразу делаю, у меня нету периода мечтаний и нет периода думания делать или не делать, то есть, у меня реально нету мечты, я что-то, вот, что-то появилась идея желания, сразу и делаю. Как женщине быть всегда на высоте? чувствовать себя на высоте, просто это же ощущение изнутри, вы знаете, как бы абсолютно каждая не важна, специальность, ну, или там, да, каждый человек, там, и учитель себя чувствует на высоте, да, и президент может себя не чувствовать на высоте, понимаете, то есть, это же не зависит от твоего статуса, положения, финансового достатка, это исключительно твое ощущение, поэтому, чтобы быть на высоте, нужно просто себя чувствовать на высоте, а уже, чтобы чувствовать, нужно вот, ну, жить на максимум. Никита, продолжи мое предложение, мама это? Любовь, счастье, мама это няня в лучшем возрасте. И в завершение я хочу сказать, что мне безумно везет время от времени встречать на своем пути людей, которые на своем личном опыте доказывают, что человеку дано гораздо больше, чем просто плыть по течению. И я с большим удовольствием делюсь вдохновляющими историями с вами, зная, что все возможное в этом мире возможно и для нас. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok